Мой доклад от Flasker Немножко о себе Я гитарист, как вы уже догадались, наверное Работаю в пром.юар И делаю чуть немножечко во всякие open source проекты Какие свободное время, как можно А чем, собственно, будет мой доклад? Доклад от Flasker Доклад О его, допустим, показанных архитектуре И о недостатках этой архитектуры Но в целом он На средних разработчиков На тех, которые стоят перед выбором Какой framework выбрать Поэтому сейчас я хотел бы спросить всех у вас Кто пользовался Flasker Примите руки Кто пользовался Flasker на продакшене Сразу стало меньше Для какого-то домашнего проекта В Flask очень быстро, хорошо просто развернуть Написать свой маленький проект А также идти на работу И фигачить Какие-то другие вещи Не знаю, на чем Кстати, на чем? Jump? Twister? А ёшки теперь А ёшки? О-о-о-о Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Так Вопрос другой Почему вы выбираете Flasker Почему вы выбираете Flasker? Мне его на байконе Ронахер продал Ронахер тот ещё паркетолог А вот Как вы находите его в интернете? Почему Flasker? Кто вам его советует? Наверное... Сайты PNP Наверное, потому что там есть слова Microframework Да? Microframework Все вот устали там, не знаю Jumbo, Twisted Который там Сотни тысяч строк кода Тяжёлый Не знаю Медленный Очень много всего в нём есть И тут хочется чего-то Тому, блин, всё задолбало Давайте нам что-то поменьше Быстрее, чтобы стартовать И вот Flask Microframework Там сразу так уже сказано Включа всяких батареек Внутри включена Вроде всё классно Быстро Micro Вот даже целое Готовое приложение Как бы на Flasker Помещается в одном файле То есть Всё можно сделать легко Просто Не заморачиваясь Не Долго конфигурируя его Там Не прописывая дело Какие-то road Там ещё чего-то такое Когда Это доставляет Кучу сложностей Собственно Что в нём есть такого полезного Почему он так хорошо Разбирается, скажем так Ginger template Ginger template Ginger template Отличная штука Вот Это Наверное единственный проект Который мне его нахера нравится Остальное Как-то всё Сложно Снимать Клик Очень удобная штука Нет Тоже нет Есть масса Use-кейсов Когда его используют Неправильно Это может Целый другой доклад Но Клик он будет уже во Flask В пилинг И он по-моему Уже в 11 версии Тогда надо мне ещё Пусть лайк добавить В общем Ginger template Это Штука хорошая Без сомнений Что есть ещё дальше Сессии Встроенные Прямо во Flask Это тоже вроде как Привлекает Но вот Пользователей Потому что Не надо думать Как их устроить самому Какой бакриент выбрать Как эти пуки хранить Как это всё хрендить Как их стирать То есть Гиба искать Какой-то extension И думать В чёрт возьми Работает ли этот extension правильно Кто им пользуется Сколько там у него на GitHub Звёздочек Или там ещё чего-то Ну вот Flask сразу предлагает Сессии Окей Даша как-то Раздаёт Статические файлы Для development Очень хорошо Запустил Посмотрел Не надо Inginx настраивать Не надо Статику настраивать Быстро Легко Просто Хорошо Дебаггер даже устроенный Есть Отлично Можно прямо в браузере Там Вписать Что я не знаю Не пользовался Ну и плюс Ему куча extension Нагисимая Уже Тысяча Да? Вот так вот Так Это всё То Чем он продаётся Чем он так хорош Почему он так Берут его Теперь немножко О том Что ж с ним не так Во-первых Система роутинга В документации Предпочитаемый способ Отписывания роутера Этого с помощью Декоратора Abroad Ну или через Принты Того Какой UsKit Отлично Тоже Вроде бы всё просто Задекорировал свою View-функцию Видно Такой у него URL Получается Ещё что-нибудь Вроде чистенько Вроде нехорошо Но Проблемы начинаются На следующем шаре Нам необходим Готовый instance Приложение нашего То есть У нас в каком-то модуле Создаётся Главное переменное Приложение Ну Интересно Сникает проблема С тем С конфигурированием Этого всего То есть Может быть Спустилась Зарепортировалась Приложение создано Когда мы его Сконфигурируем Когда подсунуть свои конфиги Когда настроить ещё Какие-нибудь Сессии 20 данных Кредису Я не знаю Стрик Там ещё Что-нибудь такое Тоже Селери Это приводится к тем проблемам Что На маленьком проекте Это выглядит Просто Легко Там, наверное, не возникает Этой проблемы Когда нужно что-то Конфигировать И Не задумываясь о том Импортировать Какой-либо модуль Или функцию из модуля А Сконфигурировано Или приложение А в каком оно состоянии Или ещё что-нибудь такое Это одна проблема Следующая проблема Конечно, будет с импортами То есть Вот Если мы начинаем Конфигурировать Ставать приложение Там его как-то Конфигурировать Ну, потому что Где-то здесь его надо Конфигурировать Для того, чтобы он Работал нормально Правильно С нужными конфигами Вы импортируете Ещё какие-нибудь Модули Там Базы данных Опять же Все что-то Угодно И В остальном Годят В конфигурацию В бизнес-логике У вас наверняка Возникнут Циклические импорты Собственно Это связается К тому, что Создается Инлайновые импорты А это очень медленно Это Изображаются Ну, собственно Вот у нас еще такой нюзкейс. А да и такое встречается. То есть, какая-то функция, необходимо этот ролл для функции добавлять, только если мы работаем в дебаг режиме. И в такой ситуации, ну, как определить, как нейтролировать эту переменную дебага, если у нас все уже заимпорчена, конфиги еще не подключены. Либо строить какой-то дефолтный конфиг, либо в кондициализации предложения сразу его конфигурировать. Потом возникает еще куча проблем, когда конфиг превращается, точнее основной конфиг импортирует, ищет какой-то локальный, в локальном куча плама, локальный ищет еще какой-то там, и дальше по именам, там, от локального до продакшена, до супер продакшена, до кластера продакшена, пытается найти все конфиги, и в итоге, ну, какой за импорчер, в каком состоянии эта штука, сложно сказать, это неправильный вопрос. Дальше, проблема с предложениями. Вот этот вот Plastic Application, который у него есть, окей, он есть. Нам часто необходимо делать несколько приложений в нашем проекте. Основное приложение и BPM, в котором админка. Логично сделать это, разделить на два пласковых приложения, может даже там админка не пласковая или не суть важная. Мы делаем в разных мод, пэккеджах наше приложение. И с вами вроде все хорошо тоже будет. Но, когда возникает ситуация, когда нам необходимо из админки, например, или из другого приложения, как-то получить виллы. Другого приложения, следующее, из админки, например, основного приложения. Генерировать URL для, я не знаю, для того, чтобы посмотреть страницу пользователя. Перейти на страницу пользователя из админки, да? У нас есть функция в классе URL Form, которую я просто импортил и пользуюсь, что называется. Что? Как? Зачем? Почему? Урлы приложения здесь будут недоступны. Получить их из основного приложения, подминку, тоже будет проблема. Необходимо писать свои кастыри какие-то, которые, скорее всего, будут написаны АВК, потому что вам всего-то надо от этой функции как-то сгенерить URL. Но, опять же, это неправильное решение. Частично эту проблему с двумя приложениями помогут решить блюпринты. То есть, делаем один блюпринт для основного приложения и один блюпринт, например, для админки или для следующего приложения. Но все это одно большое приложение в классе. То есть, где-то весь код лежит в одной файловой структуре. То есть, это все. Одна большая такая каша. Сложно разделить админку и основное приложение. Или таски основного приложения. Ginger. Ну вот, Ginger классная штука, но когда используют Flask, ее постоянно используют не по назначению. Часто во Flask, в Flask необходимо делать какие-то тяжелые операции. Скажем, отослать пачку писем. Никто не будет делать это во время запроса. Это будет делаться через, например, Seller, через какую-то очередь задач. Но вот Seller тоже заставляет пользоваться таким плохим подходом. Когда мы создаем переменную, глобальную, тут же декорируем таску. Это все смешивается с основным кодом. То есть, мы вызываем эту задачу из классового приложения, вызовом функции, там, с точки delay или apply sync. И вроде как она уходит на worker в Seller и там выполняется. Но код разделяется между приложением основным, и между очередью задач, между Seller. Проблема возникает, когда мы из Flask достаем рендер-темплейт, который рендерит джинжевый темплейт. И в селерийной задаче попадаемся рендерить какой-то шаблон для письма, например. Почему так происходит? Почему люди так делают? Потому что джинжи классно рендерить шаблоны. Потому что вот есть один маленький, маленькая функция, которая вроде как делает это очень легко и просто. Но никто не думает о том, что с целой рефоркой, ему необходимо весь Flask'овый контекст, все Flask'овое приложение для того, чтобы отгендорить вот этот вот какой-то там шаблон для письма. Потому что внутри рендер-темплейт достает Flask'овое приложение, достает как текст, там Flask'овое приложение, реквеста, если он есть. То есть если их нет, то там вываливается exception. Для этого необходимо либо в вашем salary worker инициализировать все Flask'овое приложение полностью. То есть это как бы есть у вас веб-сайт, веб-приложение, и отдельная очередь задачка, которая является тоже таким же веб-приложением, но пока делает другую задачу. Как бы это нелогично. То есть это неправильно. В Flask'е там даже для такой ситуации написан тоже костыль, который создает фейковый контекст для того, чтобы можно было этим пользоваться как-то там. Так что этот костыль специально для тестов не придумал. То есть вот ребята сначала, точнее, один человек написал все вот так вот легко, быстро, просто, а потом кто думал, блин, а как же это все тестировать или как же этим пользоваться? А тема, ну, давай я напишу вот этот костыль, который там будет пихать фейковые контексты для того, чтобы можно было использовать такие вот функции в каком-то другом приложении, в процессе. Вот это неправильный подход. Так нельзя делать. Это вот все вылезет то, что все у вас будет плохо. Это все приводит к тому, что ваш веб-воркер и селери-воркер по сути одно и то же, только запущенная там основная штука разная. Потом Flask'е предложение вызвано прав. В другом селери-воркер надо замораживать. Да, но все равно нам нужно будет потом селери, как тоже рамки и такие селери-рага. То есть, как все равно, как мы... Как мы хотим пройти, все равно нам надо зарабатывать. Да, на это завязываются, но... Но это решается другими путями. То есть, как мы говорим, то здесь возникнет проблема того, что надо сконфигурировать властное приложение. То есть, ему тоже необходимо... Необходимо настроить эти коннекшены к базе данных. Кредис. Там их какое-то количество определить. Может быть, настроить еще что-нибудь. Еще другие коннекшены. Селери-воркеры, возможно, это не нужно. То есть, ему, может быть, необходимо только доставать юзера из базы и рендерить шаблон и отправлять письма. В вашем... В основном приложении письма отправлять не надо. Коннекшен, конфигурация SMTP-сервера ему не нужна. И это... Момент безопасности. То есть, чтобы программист не написал правду письма и заблокировал исход из основного приложения. Для этого есть селери. Очередь задач. Которая... Для этого предназначена. Необходимо рендерить письма из нее. Да. Так, смотри. Проброс контекста приложения в данном примере, оно все равно не спасет от ошибок, например, с отличной от дефолтной пользовательской локали. То есть, ну, по умолчанию шаблон надо рендерить в контексте запроса, который содержит всю информацию о текущем пользователе. И уже в ташт пробрасывать, по сути, текст письма, который... То есть, самая тяжелая операция, которая может заблокировать всю процедуру, это, по сути, соединение и отправка почты, send email. Все остальное здесь не нужно, на самом деле. Окей. Есть предложение вот этот вот рендер-темплейт вызывать, передавать вот сюда вот body в парамет. Да. For example. Хорошо. Туда будет передаваться рендеринг и шаблон. Если нам надо отправить 100 тысяч писем, 100 тысяч шаблонов, заинтересованных для каждого пользователя, это огромный трафик между воркерами и... It depends, потому что письма могут отправляться как по событию, пришедшему от конкретного пользователя, тогда как раз мой подход выручает. Либо в таком случае, да, нужно инициализировать контекст уже вместе с локалями для каждого из пользователя на основе их настроек. Но, как бы, там больше проблем будет выгрызти из базы все эти миллионы настроек для каждого жидового человека, а тут уже как бы фласк не фласк, проблемы будут везде. Ну, то есть как бы искать... Вот, вот. И в джанге точно так же нужно будет контекст локалей переключать, то есть для каждого пользователя. Да. Проблема с тем, что вот этот вот рендеринг шаблонов, который, если вызывать его вместе с запуском таски, то есть в фласкном приложении, там будет куча операций с выборкой из базы данных, с рендером и еще что-то. То есть хочется, хочется сделать это вот, передать просто нагорой лишников таску, и чтобы это выполнялось в самой таске, в самом северный воркере. Вот этот вот подход, ну, это вот... Это даже не проблема фласк, это проблема того, что вот пользователь видит вот классная штука, рендер темплей по фласке сразу ездит, джинджер шаблонов, ничего не надо настраивать, буду пользоваться. Безятки. Не, вот это еще проблема с эллирингом, ее существовало. Это третий доклад мы написали, очень просто, да? Ну, самое-самое такое вот смачное, это глобальные переменные. Кто читал, кто видел, кто помнит, что там во фласке написано по поводу переменной глобальной? Ну, а те, те, которые поднимали руки, пользовались фласками. Ну, а те, те, которые поднимали руки, пользовались фласками на продакшене. Уже не планируется. Тота-то роботы молчит. Штука в чем. В документации, по-моему, первым пунктом идет сразу такая сноска по поводу глобальных тренд-локал переменных, которые он использует. А после него там через один пункт, по-моему, идет quick start-секция. То есть, я так понимаю, все сразу на quick start, давай вот сразу фитачим в фласк приложения. В лучшем случае во фласке две глобальных переменные. На самом деле они глобальные, они… это тренд-локал, прокси-объект. Это еще хуже. Текущий текущий и request. Текущий веб-запрос. Они… это тренд-локал переменные. Плюс они… это прокси-объекты, потому что можно заимпортить сессию, которая пользуется реквестом. Рендер-темперит, который тоже смотрит на текущее приложение, там, или на request, и на все такое же. Вот этого всего не видно, этих зависимостей, которые… которыми хаст пользуется. Но на самом деле, если вот попытаться заимковать реквест и тут же вот Excel, React его использовать или там current app вызвать, то произойдет exception, который свалит там приложение, потому что реквеста и нету, как бы. Но для меня этот подход выглядит вообще самым ужасным, потому что логически подумать. С власткой вы импортируете реквест. Импорт – это что-то такое постоянное. Вы заимпортировали какой-то могут, он у вас, ну, не должен меняться. За функцией его нету. Куда он делся, куда, не пропал. Ну шшшшшшш. Как так? Вот эта вот вся штука, опять же, заставляет разработчиков создавать свои новые глобальные объекты, потому что, ну, вот все должно быть вот так вот просто. Создается глобальный connection к базе данных, глобальный connection еще каким-то штукам. И после этого они везде импортируются по кодру. Опять же, часть вещей, наверное, какие-то самописные там, ну, драйбрали и connection, могут быть не thread-safe, не потокобезопасные, поэтому приходится пользоваться тоже вот такими вот proxy-объектами, писать свой proxy-объект, который вроде как импортируется, вроде как должен выглядеть каким-то там инстансом какого-то класса, какого-то connection, но на самом деле он им станет когда-нибудь после конфигурации, или там после какого-то реквеста, или вообще там случайно в течение обстоятельства. Получается огромная каша вот с такими вот объектами в непонятном состоянии, которых сложно и пользоваться, и тестировать это сложно. Ну, нет, да, нельзя. Ну, собственно, вот это вот приводит к такому, что мы импортируем сессию, ну, скажем, если использовать SQL-Altimia, то, во-первых, у нее тоже есть thread-block на вопросе объект сессии, который тоже вот так вот импортируется, вроде как сессия, но на самом деле при использовании атрибутов этого объекта там начинает доставаться сама реальная сессия, подключаться connection в базе данных и куча еще мороки. То есть это все приводит к тому, что ошибки вы заметите только фронтальные, а если какие-то были, то он кризис не создается, потому что, ну, не знаю, они правильно как-то написали этот самый URL, localhost, написали, там, или blockperic.com, или еще что-нибудь такое написали. То есть вот ошибки с этими штуками заметны только фронтальные. Ну, хорошо, если это у вас на индексной странице, вы просто пили в браузер, класс, или все, пили. В общем, об альтернативах этому всему. Ну, хватит вызывать в ESG, а давайте перейдем на async.io, как IOH.ttp. Почему async.io срешат IOH.ttp, а не сразу IOH.ttp? Потому что нужно понимать, что вы делаете, зачем вы делаете архитектуру вашего приложения, то, как оно будет работать и использоваться. Возможно, IOH.ttp, может, и не подойдет вам, например, или удобнее написать какой-то свой веб-сервер, или даже не веб-сервер, а просто хейминг какой-то. То есть, возможно, вам достаточно, например, iosync.io и, может, даже firewall, или как оно там сейчас называется. Короче, думайте о том, как ваше приложение будет использоваться, как расти. И что с ним будет происходить. Ладно. Было бы глупо не сказать, что класс все-таки, если вам уж так вот надо, то его можно все-таки использовать более-менее правильно. Так вот, не стреляя себе в ногу. Первое, что надо сделать, это вот с декораторами разобраться, чтобы не было вот этих вот импортов, зависимостей лишних. Вот. Не болел от этого голова. Отписывайте функции, не декорируйте их, не используйте эти вот road-декораторы, потому что, ну, это вот первыми строчками документации описанный подход, но он совершенно неправильный. Он работает только на маленьких домашних проектах. Если у вас проект всегда будет работать на локтестей и не дальше, ну, пожалуйста, окей. Если он помещается, там, в пять файлов, там, вьюхи, формы, модели, там, еще что-то, пожалуйста, окей. Да. Все-таки. Опять же, можно использовать лейзи-блюпринт, чудесно, и, собственно, инстанцировать все колы, которые создают полностью весь URL Map, фласковский, на момент запаса создания контекста приложения. Точно так же нужно работать и с экстендженами, с тем же radius-экстендженами. Не обязательно ждать рантайма. Это все может инициализироваться в момент появления application-контекста, а не request-контекста. Это фигня в другом. В том, что, когда ты декораторы прописываешь, ты не видишь URL Map. Вообще их нет. Насчет URL Map я не спорю. Типа, граф главный побольше программист. Собственно, да. Забирайте ваши URL-ы в одну-две функции, которые их конфигурируют на приближении. Потому что, если есть одно или максимум два-три места, которые конфигурируют URL-ы, их легче читать, их легче понять в порядок. И это сразу видно, что где-то там происходит, какие возможны запросы, какие невозможности. Проще конфигурируют, проще искать. Проще работать и понимать, это проще. С глупритами такая же штука. То есть, лучше, даже если вы их используете, все-таки, как-то свести, по модулям разложить. Ну, декораторы. Еще такой момент. Вот Рома, по-моему, который у вас работал в пробье когда-то. Семерук который. Он в свое время написал прикольную штуку. Называется Plask Kit. Которая позволяет, собственно, вот блюпринты объединить в такой именно декларативный способ описания, который впоследствии будет уже инициализироваться непосредственным контекстом. С роутами там не было решения, по-моему. Но вот с экстендженами тоже это работало. И, в общем-то, неплохая штука получилась. То есть, общий подход тот же самый. Завернуть все, по сути, в фабрике. Хорошо. И вызывать фабрики непосредственно там, где-то нужно. Смотри, почему возник такой плагин? Потому что вот эта схема не работает. Поэтому приходится выкручиваться какими-то своими экстеншенами, которые делают что-то подобное. То есть, конфигурируют роуты после того, как создано приложение, после того, как контексты получены, после того, как ты знаешь, какие конфиги надо использовать. По сути, по сути, по сути, по сути. Но, по сути, поэтому это и микроферемворк. Потому что там до хрена нет того, чего есть в тех, которые предоставляют из коробки все от нуля до конца. Потому что там с коробки в доке показывают неправильный пример, да? Поэтому и микроферемворк. Я знаю, какая будет тема до коливара на нашей пьяности. Ладно, идем дальше. Вот, собственно, вот эти вот зависимости. Да, что-то я написал. Я что-то написал. Ну, в общем, да. Майкар тоже будет наследоваться от фаспроабликейшена. И, соответственно, вот используя небольшое слово threadlock в прокси объекта которого получаем наш connection к рейдерсу. И используем глобальные тоже свои какие-то страшные непонятные threadlock в прокси объекты. Потому что не все понимают, как правильно написать. И не все потом понимают, как это работает. Или не работает ли оно вообще? В аппликейшене дело в том, что уже есть список экстендженов в словаре Extendence. Можно тот же сам, и тот же Redis Extendence по сути прокси к Redis Driver. То есть можно с тем же успехом сделать app.extendence ключ Redis и делать вот то, что ты здесь еще раз руками описал. Ну, двойная работа. Так. Собственно, кто видел? Кто видел, что там в начале документации вспоминалось? Вот, два. А кто вот знает, что это? А кто пользовался? Ну, подождите. Опять же, те, кто пользовались Flask. В самом деле Flask это просто верцой. Но очень хорошо такой обернутый. Кучей, 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 кучей из равного плана в кайфуне. Поэтому, если вы уже хотите использовать Flask или что-то подобное, лучше использовать, чем верцой. В конце концов. Вы все равно будете использовать верцой. Здесь GI-диспатчеры, которые будут стерпить ваше приложение. Может быть, чему-то варить какие-то там. Еще что-нибудь такое. Поэтому, просто переходите на верцойк. Все равно для рождения Flask вам понадобится что-то там менять в верцойке, а не в Plask. Импорт стринг вообще чудесная штука в верцойке. Импорт стринг. Чудесная штука в верцойке. Импорт стринг. Ну, это кастеринский, да? Да. Ну, как-то так. Поехали. Поехали. Поехали.